Я не знаю, увидите ли вы этот ролик, когда вы увидите, выйдет ли он на свет или нет, но показать это я не могу. Я должен про это рассказать. Да ё-моё! Потому что на моем столе три видюшки. Вот знаешь, когда бывает, человек заходит, и они новые, и мир сошел с ума давным-давно, вы все это прекрасно понимаете, что касается видеокарт. Мы в каком-то живем в сюрреализме, и мы к нему все привыкли, такие, знаешь, что нормально, там видюхи по полмульта, как квартиры стоят, то есть это вообще что-то с чем-то. И вот человек мне звонит, говорит, у меня три видеокарты китайские, AMD 580 RX. И я с ними намудрил, естественно, человек их брал себе для того, чтобы майнить криптовалюту, и он говорит, я с ними намудрил, они у меня улетали, и как бы нормально не работают. Частоты низкие, там память, ядра какая-то, дичь какая-то творится. И я думаю, хорошо, приносите, разберемся, он просит биосы попрошивать. И, собственно, мы это и сейчас сделаем. Но смотри, просто взгляни на это. Как вы думаете, вот Вань, вот взгляни на это китайское произведение искусства. Вот потрогай его в руке, знаешь, посмотри, оцени. Сколько б ты дал денег за это? 580, 8 гигов, китаец прям такой, знаешь. А я за китайское не хотел бы даже браться. Ну, как ты думаешь, сколько такая штука стоит? Сейчас. Слушай, трудно сказать даже. Ну, предположи хотя бы. Я думаю, рублей 30. 30 рублей дает Ванька Павлов, Никитос. Сколько бы ты за это дал, чтобы в своем компене стояло? 40-42. Напрягите ваши булки, мужики, потому что сейчас в них будут, знаешь, заходить неприятные новости. Я бы так выразился. Вы только взгляните. Я думаю, ну хорошо, маркировку давайте я вам скажу. Это AMD RX 580 8 гигабайт 2048 SP. Это, кстати, тоже кое-что означает. Я вам сейчас про это расскажу. На пломбочках абсолютно нульцевая. И человек зашел, сказал, я у него так тоже поинтересовал, за сколько же такие видюхи взяли? Он говорит, я их взял со скидочкой на алиэкспрессе по сорокету. Вот. Ну, я думаю, ну хорошо, а сколько же они сейчас интересно стоят? Я захожу, и вы только на это взгляните. Ё-пресе-те! Да, друзья, это какой-то кошмар. Сколько? Я... 60 тысяч рублей мы с вами... Вот это 200... Тут 180 тысяч рублей, друзья. Вот вместо вот этих... Реально можно пойти себе, не знаю, Volkswagen Golf купить какой-нибудь, допустим. Второй? Да, и на нем ездить кататься. То есть это... Это 60 рублей эта штуковина стоит. И... Я просто, знаешь, у меня горит, у меня горит воистину. И наша задача с вами будет сейчас такая. Смотрите, они все три одинаковые. И на самом деле парень... В чем сложности? Он работает на, я так понимаю, определенной операционной системе, черканите, как она называется, которая специально создана для того, чтобы майнить. То есть... Да сам ты Linux, блин. Вот. Ну, оно, да. Построено, потому что на базе. Ну, вот. Но суть в том то, что... Представьте, мы докатились до того, что люди себе ставят уже не Windows, не даже Mac OS, не даже что-то, знаешь, такую, не Ubuntu какую-нибудь, а отдельная операционная система исключительно под майнинг. Все. То есть сейчас компьютеры прям... Люди работают, конкретно целые операционные системы, во благо, знаешь, вот этой вот криптовычислительной мощности. И давай посмотрим, что у человека за проблемка тут, дружище. Загружается наш стендик. Диспетчер устройств щелкаем. У нас здесь ошибочка. RX 580, серия написано. Человек сказал, он зашил сюда какой-то непонятный BIOS, и она стала работать некорректно. Здрасте, на ремонтик? Да нет, мне надо сдать, как говорили. А, да, проходите, доставайте вас сейчас, молодой человек, вон, слева, да. Ага, доставайте там, если что, аппаратик свой. У нас, соответственно, улетела BIOS. Смотри, в чем еще суть заключается. То есть, у нас есть оригинальный BIOS под эти платы. Мы, соответственно, заходим, включаем нашу запуск от имени администратора штуковину. Мы щелкаем «Загрузить прошивку BIOS через ATiFlash». Вот она наша оригинальная. Щелкаем «Запрограммировать», и смотрите, что у нас происходит. У нас «Subsystem ID mismatch». То есть, у нас не дает он нормально прошить. Соответственно, здесь мы поступаем немножко более по-хитрому. Заходим в командную строку. Прямо на ваших глазах. То есть, заходим в командную строку. «KMD» сейчас от имени администратора. Это важный параметр. Потому что от имени главного нужно запускать эту штуку. И здесь мы что делаем? Мы пробиваем вот такую вот CD. Щелкаем. Потом берем нашу папочку, где наша Ativan Flash сидит. Щелкаем ее вот сюда вот так. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Намудрил, намудрил. Намудрил. Сейчас. Вот так вот. CD. CD. Вот так вот. Все. Мы зашли в эту нашу папочку. В нашу подпапочку. Теперь что мы делаем, друзья. Мы берем. Должны будем запустить сейчас. Копируем название нашего установочника. Щелкаем его вот сюда. Делаем. Вставляем. Пробиваем то, что это у нас разрешение XE. Теперь пошла жара. Мы делаем с тобой вот так. Минус F. Минус P. Ноль. И пробиваем название нашего биоса. Он у нас, кажется, называется B1 оригинального точка ROM. Мы сейчас принудительно будем в обход всему эту штуковину зашивать. Ааааааа! Не такого ожидал, да? Я ожидал не такого. Подожди... Я что-то напутал. Я что-то видимо напутал. Я что-то напутал. Моментик секундочку. А, да, мы не зашли с тобой просто, я, господи, думаю, что за это, мы не зашли с тобой в подпапку. Я так быстро суетился, что мы с тобой в подпапку не сошли. Соответственно, мы заново пробиваем то, что нам нужно. Немножко суетился, поспешил, себя насмешил. Щелкаем. Вот, теперь мы зашли в эту подпапочку. Теперь мы всю эту ерунду делаем, а то что-то я пролетел так быстро. Думаю, вроде все правильно пробивал. Теперь мы щелкаем нашу, эту ерунду XE-F-P0B1.ROM. И теперь наводись. Вот, теперь должно сейчас у нас все получиться. Щелк и пошла прошивочка. То есть, в принудительном режиме мы сейчас заливаем оригинальный BIOS на всю эту ерунду. Эх, ну я бы, друзья, не стал просто так снимать проведюхи, если бы не один момент с этим всем. Понятное дело то, что эта вещица, вот она у нас пока прошивается, все хорошо. То есть, наша задача три штуки эти прошить, убедиться, что они все прекрасно работают и свою миссию не упустят. Но загляни, чтобы вы понимали, что это вообще такое. Потому что скажете, Даня, что за ерунда вот этот 2048SP? Я должен вас немножко расстроить. Причина того, что с точки зрения игровой производительности или общей производительности, это видюха, которая, назовем так, ну, слегка урезана. Вот, она уступает, ну, я так назову, относительно значительные моменты обычной RX 580. А если мы раскрываем, в чем конкретно, то здесь, друзья, вот у нас. AMD представила урезанную видеокарту RX 580 2048SP. Это было у нас в 2018 году. То есть, ну, примерно три годика этой штуковине. И суть в том, что у нее, как раз таки, знаете, название вот это 2048, это количество потоковых процессоров. Если сравнивать с обычной, у них 2304, а у нас 2048. То есть, у нас меньше вычислительных потоковых процессоров в данной видеокарточке. Но это не делает ее плохой. Для майнинга, в данном случае, она прекрасно подходит. И наш BIOS полностью прошился на ремонтик. Забрать? Да, соответственно, мы сейчас понимаем, друзья, что происходит. Происходит то, что мы теперь в диспетчере устройства наверняка, да. А, нет, надо, наверное, перезагрузиться после перешивки BIOS, потому что по-другому это не сделать. Сейчас он перезагрузится. И мы увидим точное название этой видеокарты, которая изначально должна была быть. Но это еще не все, друзья. С точки зрения, наверное, самых красивых компьютерных эстетических моментов, вы сейчас кое-что увидите, что я, так скажу, у каждого мужика, парня, кто любит компьютеры, есть определенный, если выразиться вот так вот дерзко, период в жизни развития компьютеров, когда прям он запоминается очень глубоко в сердце, прям вот так вот врезает определенные, знаешь, моменты. И ты ее хочешь, несмотря на то, что это может уже быть неактуально, несмотря на то, что это, как бы, знаешь, давно прошло, но этот вот легкий, я надеюсь, этот фетиш, он сохраняется до сих пор. И у меня он такой есть. И я долго пытался найти вот этот вот, где же, когда же попадется, потому что эти вещи достаточно редкие были топовые в свое время, но не поверите. Вот вы ролик про топовую сборку уже наверняка посмотрели, вот этот вот. Да, когда там 360 тысяч Никита собирает на блоке питания в ватт и показывает, просто жесть. А теперь взгляните, это второй системник человека, который, ну, он принес просто обслужить. То есть это его комп, собранный в четырнадцатом году, который семь лет ему прослужил. И он до сих пор его актуален, просто тюрьмушку поменять. Но, Женька, вот угадаешь ли ты, какой тут проц? Угадай, какой тут проц. Какой FX? На, посмотри, пока ты думаешь, какой FX, смотри. Все, у нас вот наша 2048 SP-шка стала. Ну, в принципе, да, все, биос равно зашился. Останавливается только все грамотно проверить и все будет бодрячком. Смотри. Я достаю. И я когда просто думаю, знаешь, ты начинаешь просто, как обычно, менять термопасту. И как бы не думаешь, что что-то пойдет не так. Но здесь, друзья, камень, который... Твоя легенда? Да, это супер. То есть это, я тебе так скажу, самый лучший рожденные кристаллы. Ну, назовем так грубо, восьмитысячные линейки FX-ов. По сути, которые, знаешь, вывели в отдельную девятитысячную. Это MDFX 9370. То есть, вот есть, знаешь, восьмитысячные FX-овые, восьмиядернички в кавычках. А это, вот давай, я тебе просто, просто даже пробью интересно. Это самый крутой, наверное, проц, который только можно было на M3+. Себе привести, вот взгляни. 9550? 9370. 9370. Вот. Девятитысячная линейка. И она здесь, боже, сколько он стоил, мне даже сложно себе представить. Но это максимальная числа до 4,7. Причем это Black Edition, знаешь, были со временем. То есть, это вещица, которую ты можешь там реально гнать. Эти камни 5+, берут, брали. То есть, это прям наилучшие чипы. В 2014 году? Да. 5+. Да. 7 лет назад 5+, вот это что такое. И они, знаете, это, ну то есть, по сути, это самые лучшие кристаллы, которые в отдельную прям линейку их, скажем, презентовали. Товар устарел, стоил в свое время, ну, по последней продажной цене 17 864 рубля на 5. Вау. И я сейчас, честно слово, вот мы сейчас быстро поменяем эту термушку, и чтобы ролик у нас получился полноценным, потому что с видюшками мы побомбили немного. А эту вещь, ну, грех хотя бы слегонца, ну, просто, знаешь, не посмотреть, не затестить, потому что поэтому мы сейчас вставляем, делаем полную профилактику этой машинке, и смотри, что у человека было. Это предаторы тех времен, да? Красотища. И ты тоже не поверишь, Жень, но живучая 290 X на 4 гигабайта GDR5 памяти. Это... Да, это просто. То есть, тут сборка, которая под сотку стоила по тем, по тем деньгам. Абсолютно, абсолютно топовое железо. И мы сейчас его... Нам выдастся возможность окунуться в эту историю семилетнюю назад, когда ты... Если вот у тебя были все деньги мира, ты мог себе такую штуку позволить, я до сих пор ее хочу. То есть, я этот процесс очень хочу. Я, честно, на нем и сидел. До сих пор и всю оставшуюся жизнь, наверное, потому что мне он нравится. Он девяточка, счастливое число, 9000 FX. Редкий, бесполезный, безумно жаркий, на них башни нужны огромные, но они какие-то такие, знаешь, простые, душевные, что ли, искренние, теплые камушки, которые должны нас сейчас порадовать какому-нибудь производительству. Давайте посмотрим, на что эта штука способна. Под эпилог этого... О, ты стедик взял, да? У нас это... Я понял. Под эпилог этого уникального видео еще более уникальная бумажка. Алексей, который на фоне ждет до сих пор свой топовый системник. У него сохранились чеки... Какого года? 14-й год? 14-го года, за сколько он полностью собирал эту штуковину. И тут есть о чем задуматься. Ну, во-первых, иди сюда, Женька. Подлети и взгрустни. Топовый проц, причем, ну, который, знаете, не каждый вообще себе мог позволить. Стоил в 14-м году 8140 рублей. FX 9370. Никитос, что сегодня за 8000 можно взять? i3. Какой i3, блин? Ты видел, сколько они стоят? В смысле? За 7000 можно взять i3 10100F. За 7000? i3? За 7000? Она меня вечно обманывает. Какой? За 7000? i3? 10100F? 10100F. Начинаются вот эти. Там уже было написано, ты не видел? Её, серьёзно? Ну ладно, хорошо. i3 в лучшем случае. Ну, для сравнения. Тем не менее, допустим, тот же я посмотрел Ryzen 3200G. 14 рублей сейчас стоит. То есть, ну это просто какие-то, если мы говорим про МДшку, катастрофические цифры. Далее, иди сюда. Вот сейчас вы точно загрустнёте, потому что на момент 2014 года 290X видюшка, это был жир. Ну, то есть, круче были только, не знаю, яйца в горах. В данном случае видеокарточка, вот ты можешь посмотреть. Radeon R9290X. 21000 рублей стоило. Что за сегодня за 21000 рублей купишь? 1050 Ti, и то денег не хватит. Какой кошмар. То есть, ты на текущий момент за те же деньги, спустя 7 лет, можешь купить видеокарту хуже, чем ты покупал туда. Ну, то есть, это вообще, Алексей, это что это вообще такое? Это как это вообще, с чем это? Это просто какой-то взрыв, взрыв башки. И полностью сборка выходила, то есть, абсолютно топовое железо. Материнская плата, Rock Crosshair 5, Formula Z. Ты посмотри, на 990-м чипсете стоило сколько, восьмёрочку. Блок питания, киловаттник 6800. Какой, бух ты мой, причём это Fractual Design. То есть, просто сейчас таких цен не встречаешь. 71000 рублей. В 2014 году, 7 лет назад, ты покупал топовый системник. И просто для сравнения, вот сейчас то, что Никитус собирал человеку, 360 тысяч рублей. Просто, и как вы, Алексей, сказали, чего нету наглядно? Это как его? Господи ты боже мой. Как называется это, когда, знаешь, деньги обесцениваются? Да, инфляции нету, друзья. Официально мы заявляем, всё. Это, вот, эта бумажка, она говорит о том, что как можно было раньше. И такого мы уже, к сожалению, не видим даже близко. Да. Я помню, 70 тысяч рублей, тогда это была просто царская сборка. Потому что основные себе ребята, компы собирали, ну 30-35. Это был прям хороший полноценный компьютер. В данном же случае это был просто мечта. И спустя 7 лет эта мечта до сих пор нереально актуальна. И самое что удивительное, если сейчас по отдельности посчитать эти комплектухи, то, Алексей, спустя 7 лет этот комп столько же и стоит. Получается, друзья, вы вообще за 7 лет ни капельки не потеряли, а по факту только приобрели. Потому что эта штуковина 7 лет отработала на ваши нужды и стоит сейчас столько же. Кошмар. Тем не менее, смотри, у нас полный стресс-тест фигачит с закрытыми всеми крышечками. И наш красавчик 68 градусов. Ну, я считаю, это просто шикардос. С открытыми у меня, по-моему, там 55 было. Но я чуть меньше стресс-тест нафигачил. А останавливаем. Более того, смотри. Ну, я скажу, видюшка. Ты посмотри, видюшка, да, какая тепленькая. Ну, не удивительно. Она всегда была жаркая в свои времена. Это еще штуковина, имеющая, посмотри, на передней крышке. Знаешь, такой подозрительно интересный датчик температуры в Цельсиях. 52 градуса. Но вещица, которая имеет термодатчик, этот корпус в свое время, наверное, был одним из самых популярных моделей за девятый у Залманов. А можно засовывать было куда угодно. То есть, ты ставишь термодатчик. В основном их ставили за заднюю крышку. Как он тут, кстати, и установлен. Ладно, все к случаю покажем. Раз мы уже этот момент обсудили. Вот. Интересный тоже был момент. И в свое время своего рода фишки всего этого происходящего. Это только взгляни. Вот тут вот. Видишь? Вот так вот. Колхозили, как в авиатуреале, на скотч. На семилетний скотч. На колхозили термодатчик. И, в принципе, до сих пор служба выполняет. 50 нам градусов показывает то, что задняя стенка сокета настолько греется. Из интересных моментов. Запустили Superposition. Взгляни. Наш FX9370 в связке с R9 290X выдает 8304 поинта. И я вам скажу, на FullHD разрешение это в среднем будет рубиться практически во все игрушки. Примерно в 60 кадрах. То есть, это просто красота. То есть, я так скажу. Спустя столько времени. Более того, как нам подсказал хозяин. Обновилось до 12 DirectX R9. Эта вещь супер актуальна еще остается. То есть, просто ребята сказали, пусть поддержка будет. И наша, знаешь, гренада здесь продолжает еще активно существовать. Вот такую вот ностальгию мы сегодня с вами посмотрели. Побомбили на тему видеокарт, их цен и удивительного наше мира. А, чего? Майнкрафт? Так вот, зачем тот комп был. А я подумал. Для Майнкрафта? Да. Благо у нас, к сожалению, жесткий диск ушел туда. Ты видишь, как стекло от нагрева радугой пошло. Оно и было тогда. Видно, конечно. Термическая обработка. Да. Взгрустнули, всплакнули и движемся дальше, друзья. Потому что, как бы мы ни хотели, историю невозможно поменять. Она просто идет своим чередом. Мы можем ее только оценить. Самое, что интересно, мы не знаем, что будет через 7 лет. Возможно, мы будем вспоминать сегодняшний день и говорить, ой, комп за 360 тысяч собирали. Какие копейки были. Вот. А когда нам будет Алексей в следующий раз, через 7 лет придет, комп за полтора уже будет. И мы такие. А когда-то мы с вами 380 за... Сколько там? 140 тысяч, да? О! За 160 покупали. Так что нужно оценить тот момент, который он есть сейчас. И просто радоваться истории будущей или прошлой. Знаете, находить себя непосредственно уже в ней. Все, спасибо, что посмотрели этот лайтовый, добренький. А? Каких видюх? Что бы ты делал в начале ролика? А, они готовы. Ага. Да, видюшки, которые мы сделали, все, надо звонить клиенту, пусть он приходит, забирает и майнит на них денежки. Посмотрим, что будет через 7 лет. Надеюсь, они отобьются. Но, честно говоря, 180 тысяч за китайскую наклейку Ян Фоник. У меня это, знаешь, травма психологическая образовывается. Надеюсь, ваши видюшки будут более разумны. Назовем так. Увидимся в новых компьютерных историях непосредственно уже в будущем. Не забудьте сделать что-нибудь добренькое, хорошее. Написать комментарий, щелкнуть колокольчик и подписаться на кнопочку. Нам будет очень приятно. И посмотрим, что завтрашний день нам принесет. Пока-пока.